Всем привет! Это очередной эпизод летсплея по игре Oblivion. Немножко напомню, мы продолжаем выполнять задания гильдии магов. Нас отправили в городский град для того чтобы встретиться с местным графом, но графа нам увидеть не удалось и его доверенный человек назначил нам встречу. Вот, к северу от проклятой шахты в 2 часа ночи. Сейчас день, давайте сначала дойдем до места, а там подождем. Все это как бы делается ради того чтобы якобы забрать у графа какую-то книгу. Но уже вот эта вот встреча ночью ради того чтобы передать книгу как бы настораживает. Возникают подозрения, что не все так просто в этом задании. Так, ну давайте здесь и подождем 5 часов. Сейчас 12, то есть полночи примерно. В общем это персонаж по побочному квесту. Сейчас пока я не буду на нем останавливаться. Нам надо к шахте. Нужно надеть доспехи. Так. И вот так. Шлем. Мы видим, что там бродят какие-то интересные личности возле шахты. Ну, нам нужно с ними видимо пообщаться. Так так. Ты слишком рано, маг. Боюсь я ввел тебя в заблуждение. Граф не придет. На самом деле он даже не знает, что ты здесь. Мы не позволим гильдии вмешиваться в наши планы. Каков бы ни был повод. Граф или что-то иное. Посему тебе придется умереть. Не волнуйся. Мы найдем твоему телу хорошее применение. Уверяю тебя. Я еще только разминаюсь, жалкий червяк. Мы видим, что прибежал еще один персонаж. Это как раз и есть граф. Нам участвовать в битве вообще не обязательно. Граф бессмертен. Вполне может справиться сам. Здесь главное, чтобы не атаковать стражников. И нам тоже не атаковать графа. То есть я просто тупо буду стоять и держать удар. Тебе просто не умереть. Все окончится здесь. И ничтожество, а? Такая усталость. Тебе не одолеть. Ты просто тупица. Как только можно было подумать, что я предложу встретиться здесь. Действительно. Но твое легковерие сослужило мне хорошую службу. Я знал о Меркаторе, но не о его друзьях. Теперь никто из них не представляет угрозы. Граф Янус Гсилдор к твоим услугам. Простое спасибо было бы более уместно в этот момент. Ты не можешь узнать некроманта, когда видишь его. Я подозревал, что Меркатор был вовлечен в их культ. Но не хотел предпринимать действий против него, не зная точно, кто его союзники. И чтобы там твой совет не думал, я не связался с некромантами и никогда этого не сделаю. Так можешь им и передать. Скажи своему совету, что в следующий раз, когда захотят чего-нибудь от меня, пусть приходят сами, а не засылают никого под фальшивым предлогом. Да, теперь я это вижу. Мне жаль, что Травен вовлек тебя в это дело таким образом. Но, по крайней мере, тебе удалось выжить. Пока. Возможно, в будущем тебе можно будет доверить заниматься более серьезными вещами. А пока твою миссию здесь можно считать завершенной. Я предлагаю тебе вернуться к твоему совету. В общем-то мы распутали очередную незамысловатую интригу. Нас отправили под фальшивым предлогом выяснить, не примкнул ли граф Скинграда к некромантам. Дело в том, что вот этот граф Янус Гасселдор, он вампир. Это можно было заметить по модели лица. И поэтому гильдия магов, как бы зная об его вампиризме, таким образом его прощупывает. Я, к сожалению, не вижу в траве тел. Он справился с ними самостоятельно, без нас, как я и говорил. Ну вот, тела искать в траве это, конечно, это еще удовольствие. Ключ от замка я, пожалуй, возьму, на всякий случай. Оружие я даже не буду пытаться искать здесь. Потому что в траве это нереально. Ничего особенного у них не должно быть. В общем-то, нам можно уже возвращаться с докладом. В общем-то, граф этот, он потому и не показывается в своем тронном зале, потому что он вампир и как бы скрывает это. А-а-а, ты должно быть недавно. Население населения Скинграда, как бы не в курсе. Но гильдия магов, как я уже сказал, знает. Было бы странно, если бы гильдия магов об этом не знала. Давайте подождем до утра. Приветствую тебя. Удалось ли побывать в Скинграде и повидаться с графом Гасилдором? Спас тебя он? Что ж, это хороший знак. Я должен извиниться. В намерение Совета никогда не входило причинение тебе вреда. Уникальные особенности натуры графа до сих пор не стали достоянием общественности. Совет желает, чтобы так продолжалось и дальше. В то время мы полагали, что информировать об этом тебя нет необходимости, поскольку это не было важно для выполнения твоего задания. Вот уроды, а. По этой причине я тогда не мог рассказать о его настоящей природе. Очевидно, это суждение было ошибкой. Конечно. Я приношу извинения. Архимаг опасался, что отправка высокопоставленного члена гильдии может привлечь слишком много внимания и спровоцировать негативную реакцию графа. Мы также были убеждены, что это может заставить тамошних некромантов уйти в подполье, и их будет гораздо труднее обнаружить. Мы просто хотели разведать обстановку в Скинграде. Так что наши отношения с Гасилдором можно охарактеризовать как непрочные, это в лучшем случае. Совет согласил сохранить особенности его натуры в тайне, а взамен он иногда предоставляет нам полезные сведения. Будучи вампиром, граф имеет мало союзников, которым он может доверять. Ему удалось скрыть свою натуру от большинства, но он не может скрыть ее от совета магов. Поэтому он заключил с нами некоторого рода соглашения. «У тебя была возможность убедиться, что наши отношения стали весьма напряженными. Граф не одобряет новую политику, провозглашенную гильдией». Все не так просто. Гасилдор силен, это несомненно. Но совет не рассматривает его как угрозу. Кроме того, он уже давно правит Скинградом без каких-либо происшествий. Мы опасались, что Гасилдор может быть вовлечен в дела некромантов. Благодаря тебе стало ясно, что это не так. По крайней мере, сейчас. Мы будем продолжать наблюдение за ситуацией. Но уверяю, мы больше не будем предпринимать попыток ввести тебя в заблуждение. Тебе удалось справиться с заданием превосходно. И я благодарю тебя за это. Повышение давай. Твое служение гильдии нет. Вместе с новым званием, прими... Так, амулет, поглощение заклинаний, это очень полезно. И сразу возьму новое задание. Берешься? Если нет, я пойму. Тебе нелегко пришлось в прошлый раз? Конечно, берусь. Хорошо. В одних айлетских руинах в восточной части провинции ведется научно-исследовательский проект. За этот проект отвечает Ирлав Джарол. И ему не помешала бы помощь. Я думал, что тебе необходим перерыв после того, что тебе пришлось пережить за последнее время. Ты можешь найти Ирлава в башне Архимага. Он хороший человек, но дела совета очень сильно отвлекают... Понятно. Ну, в общем-то, понятно. Давайте посмотрим на наш амулет новый. Так... Вот, поглотитель. 12 единиц. Ну, здесь у меня повышение силы 3 единицы. 325... 340... Да, я думаю, что вот этот амулет будет полезнее все-таки. Несмотря на то, что этот стоит дорого. Мы видим 4800. Но здесь идет повышение силы. Поэтому я... Так, ну вот красный значок. Я так полагаю, что нам дали доступ сюда уже. И по поводу Ватекена, да? Мне очень стыдно. Я не уделял этому проекту того внимания, что он заслуживал. Судя по последним сообщениям Скалил, у них возникла какая-то проблема. Путь заблокирован. Или что-то вроде того. Они не могут пройти дальше. Я бы выяснил, в чем там дело, но я нужен здесь, нужен совету. Раминус говорит, у тебя светлая голова. Разберись с этой проблемой вместо меня, хорошо? Ты найдешь Скалил на раскопках. Доступ туда ограничен, поэтому тебе понадобится этот ключ. Это Айлейдские руины к юго-западу, а там сейчас Скалил. Так, понятно, Скалил тоже понятно. Нам дали ключик. Я буду с недержением ждать твоего возвращения. Здесь у нас Архимаг. С нами он пока особо разговаривать не будет. Сложный замок. Пока что взламывать я его не буду. Свитки надо взять, видимо. Идем на выход. И прежде чем мы пойдем по заданию, давайте посмотрим, что у нас есть лишнего в инвентаре. Что можно продать. Я бы продал вот эти посохи лишние. Амулетик тоже, но цена, конечно. За эту цену нам его не продать. Так, перчатки ушатанные. Вообще, наверное, я думаю, стоит наведаться в наш замок. Там заряженный камень душ, кстати, я где-то подобрал. Уже забыл где. Будем заглянать. Сначала в торговый район. Мои дети голодают. Пожалуйста, помоги. Мои дети голодают. Да. Я могу починить все, что ты сломаешь. Остальное я сам. До свидания. Так. Посмотрим, что у нас может быть. Посохи покупают самые интересные. Рассеивание можно продать. Это честная сделка. Так. Ну и... Вот этот посох тоже продам. Вот, кстати, кинжельчик тоже можно продать. Стрелы мороза, стрелы искр. Пригодятся эти. Эти тоже продам. Две мерзкие перчатки продам. Шкуры тоже. Ну и пока что вот так. Итого мы выручили 3200. Заходи. Как повод заглянуть в торговцу и прикупить обстановку для нашего дома. Только вспомнить бы где. Давайте оденем робу. Попробуй. 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 Так, бегает побыстрее. Думаю, здесь. Да. Ради хар... Что бы тебе не понадобилось. Здесь ты найдешь только качественные товары. Что мы купим? Пожалуй, купим... Винный погреб. Ты получаешь это почти даром. Да конечно. Одно удал. Нифига себе даром. До свидания. Ну и сразу я... Телепортируюсь в замок. Выложу лишнее. И, возможно, стоит немножко сварить зелий. Отвлечься от прохождения квестов и заняться алхимией. Стоило, конечно, заранее посмотреть по базам эффекты. Потому что я так не помню. На память. Сундук все еще не появился. Мы еще не всю обстановку скупили. Вот, кстати, топорик. Тоже бы надо продать. Ключи пока не буду выкладывать. Так. Доспехи скрытности. Амулет выложу. Так. Доспехи скрытности. Давайте тупо прокачаем навык. И на восстановление запаса сил. Собираем всю еду. Так, вот это тоже. Корней у нас 9, а надо по-моему 20. Для того, чтобы продолжить квест. Вот, кстати, полезный эффект восстановления здоровья. Давайте возьмем его тоже. Восстановление магии. Вот еще восстановление здоровья. Возможно, удастся наварить полезных зелий. Еще восстановление здоровья. Кстати, полезный эффект безмолвия. Можно делать в утилке с ядом. Запас сил. Попробую сварить. Восстановление магии. Тоже попробую. Восстановление здоровья. Восстановление магии. Запаса сил. Здоровья. И все. Так, и надо взять инструменты. У меня, конечно, сейчас перегрузь. Сохранимся. Так, и попробуем начнем тупо с восстановления запаса сил. Так, стоп, стоп, стоп. Так, стоп, стоп. Так, 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 стоп. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, теперь я попробую наварить восстановление здоровья. Продолжение следует... Теперь без молла я попробую сделать... На 8 секунд неплохо... Очень неплохо... И восстановление магии... 6 единиц на 24 секунды... Тоже в целом неплохо... Вот так вот, мы прокачали навык, во-первых... У нас теперь... Алахимия 43... Ну не очень сильно, но тем не менее... И навырили кучу бутылок... Часть из них, конечно, пойдет на продажу... Перегрузка у меня по-прежнему... Сейчас я выложу лишнее... Безмолвие оставлю... Тяжелое... Тяжелое выложу... Остановление здоровья... Получились тяжелые бутылки... Уже поединиться... Видимо придется их оставить... Пожалуй вот так... Вот эти я сейчас продам... А хотя пожалуй... Вот так вот сделаю... И сейчас метнемся... К торговцу... Ты, похоже, про ныра... Про ныра... Да... Есть немножко... Наступил день... Я отправлюсь, наверное, в Корал... Поближе... Здесь есть неплохой магазинчик... Сохранимся... Да... Чем я могу заинтересоваться... И попробуем продать ей наши зелья... Мне, правда, всего 800... Денег... Ну ничего... Повышается торговля... Конечно... Это тоже продам... Хорошая цена для хор... Повышение интеллекта... Тоже продам... Это продам... Это продам... Это продам... Это продам... С тобой трудно торговаться... да уж прям надо было выложить кстати вот эти записи книжку продам камни душ покупает но камни я продавать не буду еще до свидания идем на выход и дальше по квесту давайте посмотрим куда нам надо идти ну а здесь можно наверное через светилище опять таки снова наступила ночь сохранимся и отправимся беса вижу давай подзаряди мне маны маны хочу копыта не хватит махать маны зензалей молодец красавец просто идем дальше камушек ингредиентами запасемся призывать оружие доспехи нет не желаю ее призывать я желаю собрать ингредиенты пока что так вроде все сохранимся приближаемся к каким-то руинам вернее к какой-то пещере вот она наша пещерка я ее нашел там крабик хочет на нас напасть у него конечно же нифига не получится там вот еще волчара но он далеко нас не видит сохранимся на входе тут врагов по моему не должно быть особо давайте осмотримся здесь мы видим немножко контейнеров которые можно конечно же осмотреть нет уж я ваш лучший заклинанием так так это сразу руины в другую сторону надо будет потом сходить здесь мы видим такую слабо освещенную комнату и спит скалил который нас собственно и послали книжка не обучающая книжка не обучающая но стоит 80 я думаю можно ее сперить на продажу но больше тут вроде ничего нет давайте разбудим эту мадам пообщаемся с ней у тебя здесь дело только только не говори мне что тебя послал Джарелл именно он тебя прислал Ирлав впечатляет он не может найти времени чтобы уделить внимание собственному проекту и присылает того кто в этом ничего не понимает и это обещанная помощь ничего личного друг это не твоя вина и возможно ты все таки сможешь помочь если ты сможешь разобраться как использовать колонну я буду в восторге пожалуйста можешь попробовать на ней свои силы давайте расспросим подробнее с моей точки зрения тут одни проблемы с тех пор как мы уничтожили тварей которые устроили здесь логово мы бьемся как рыба об лед пытаясь понять как тут что устроено эта колонна уже задержала нас больше чем на неделю не говоря уже о ранениях причиненных нашим магом так мы называем ее и только потому что не знаем что это на самом деле или чем было она магическая это нам известно мы думаем что это возможно какой то замок но пока не смогли понять как он работает я могу сказать точно она реагирует на магию плохо как правило несколько магов уже пострадали пытаясь воздействовать на нее заклинаниями она в нижней части руин если хочешь попытать счастье но будь осторожнее попытки изучить ее могут неблагоприятно сказаться на твоем здоровье осторожность прежде всего никакой сложной магии попробуй бац понятно в общем то надо сместиться вниз и осмотреть эту колонну и и и и и и и мы погибли вон там что мы не можем понять, это письмена. Видишь их на стенах? Они должны иметь какое-то отношение к колонне, но я не знаю, какое. Если бы у нас был похожий текст, что-то, с чем мы могли бы сравнить их, может, и удалось бы их расшифровать. Но у нас пока нет ничего подобного. Впрочем, у Скаллел есть книга, которая могла бы оказаться полезной, но она обижена тем, как Ирлав обошелся с ней. Может, ты попросишь у нее эту книгу? Так, нам нужно здесь решить такую загадку с колонной. Мы видим, вот она, собственно, колонна. Здесь вот кристаллы, которые бьются магией, и таблички по углам. Прежде чем читать таблички, все-таки нужно забрать книжку, про которую нам только что сказали. Надо вернуться. Будь осторожен, Торф. Она опять дрыхнет, а? Или нет? Да. Если ты встретишь в Ватакине что-нибудь для тебя... Так, книжку. Я не знаю, зачем Деннел вообще занимается этим. Эта затея обречена на провал. Но так и быть. Если он этого хочет, он это получит. Это еще один грех, за который я буду винить себя до конца жизни. Нам дали книжечку. Давайте ее посмотрим. Тут что-то много букв. Пока что не будем читать. Это не самое лучшее применение моим талантам. Да и моим, в общем-то, тоже. Ну, что сделать? Начальство приказало. Начальство виднее. Что? Что? Книжку я принес. Книга у тебя? Хорошо. А то я уж отчаялся упросить ее. Давай договоримся так. Я возьму эту книгу, а затем, если ты прочтешь мне письмена, я попробую перевести их. Так, теперь нужно прочесть таблички. Так. В общем-то, нам не обязательно запоминать все так уж подробно. Хотя нет, обязательно. Здесь у нас Афмолок Аниямис Удержать бы в голове Афмав Нагайя Маджика Лория Маджика Сила Глория Сила Знаешь, я видел твой бой с Серым Принцем Да ладно Теперь, когда у меня Перевод нам Хорошо Ну, первое у нас было Аниямис Как я понимаю, это переводится как Из огня жизнь Значит, нужен огонь Что-нибудь еще? Затем было Нагайя Мафр Похоже, переводится как Мороз Так что заклинание Наносящее урон холодом Должно сработать Что-нибудь еще? Огонь, холод Потом была Лория Это означает Магия затухает Учитывая другие письмена Это можно перевести Как Магия убывает По аналогии С магия Прибывает Возможно Заглинание Наносящее Урон магии Это то, что нужно И магика Сила Это означает Магия сияет Учит Если мы предположим Что это означает Понятно Повышение магии Хорошо Здесь вот у него Есть сундучок В котором как раз Содержатся Необходимые заклинания Вспышка Мороз Мороза По-моему Нет Это будет Очень плохо Увеличение Магии И Видимо Вот это Деградация Магии Холод У меня должен Быть свой Огненный шар Тишина Нет Вспышка Так Здоровье А вот Холодное Прикосновение Давайте пробовать Сохранимся Сначала Огонь Вспышку Колонна Пришла В движение Нас Не ударило Ничем Затем Холод Снова Колонна Пришла В движение Нас Опять Ничем Не ударило Потом Деградация Магии Насколько Я помню Опять Колонна Движется И Повышение Магии Удалось Разгадать Загадку Здесь Открылся Проход И дверь Давайте Доложимся О Только Посмотрите На это Кто-то Должен Проверить Куда Ведет Этот Ход Думаю Это Право Принадлежит Тебе В конце Концов Ведь это Тебе Удалось Решить Загадку Если Там Ждут Открытий Пусть Их Сделаешь Ты Ты Заслуживаешь Этой Чести Ну И Ладно Я думаю Что На этом Очередной Эпизод Можно Закончить В следующем Эпизоде Мы продолжим Следовать Эти руины Ну А сейчас Спасибо Всем За Внимание Всем Пока